Полезный город Апрель 98 А потом с 2005 года уже в форме Общества с ограниченной ответственностью Все верно? Все верно История, наверное, уникальная для Кирова Когда более 20 лет компания работает на рынке Уникальная, потому что мы на этом рынке были вторыми И учиться нам, в принципе, было не у кого Мы все это начинали сами Общались с другими городами, с другими регионами Учились и принимали лучше И сами ездили сюда, к нам приезжали Опытом обменивались Первые дома у нас были ведомственные Когда распались так называемые ЖКО при предприятиях Дома оказались оставленные без внимания И вот мы начинали с ними работать А сколько домов у вас сейчас на управлении? На сайте я вас видела порядка 90 домов Они в одном районе города Или они в разных районах? Как вы вообще успеваете? Ну вот я так говорю, что мы делимся на такие участки Это район Филейки Это зональный район Это центр Мы работаем по старинке Что такое по старинке? Ну люди старшего поколения Помнят вот эти конторы ЖКО Туда приходили люди Там был техник У нас называется мастер Мастер на определенном участке К нему можно прийти с любой проблемой И как-то у нас так получилось То есть живут они вот рядом Под контролем все Три мастера и три вот таких больших участка У нас многоканальный телефон Но люди хотят общаться вживую То есть поговорить с мастером Где-то бывает рассказать о личном Тоже надо суметь выслушать У человека есть какие-то другие вопросы Люди чаще все-таки идут с проблемами А не радостью делиться Конечно, да Я всегда говорю, что с хорошим к нам приходят редко Приходят, но, конечно, чаще, когда какая-то проблема Тем более председатели Они приходят, они знают своего мастера Бывают они и выходные, я знаю, созваниваются Решают там на субботу трактор То есть у вас это вообще в практике такое, да? Что у председателей домов, которые с вами Есть мобильные телефоны или какие-то контактные данные мастеру Обязательно Чтобы можно было даже в выходные связаться У всех председателей есть мой телефон То есть они без проблем могут мне позвонить И мы вместе решим какую-то проблему Всякое бывает, возникает А много ли вообще людей работает вживую апрель? Коллектив мой, которым я горжусь Ну, практически все работают более 15 лет У нас нету текучки Наш штат, это три мастера Главный инженер Два бухгалтера по начислению То есть люди приезжают к нам Если что-то непонятно, девочки им объяснят Покажут документы, откуда начисления Это два юриста Это экономист, это главный бухгалтер И у нас свой паспортный стол Это мы еще не перечислили тех людей Кто работает, что называется, в поле, на земле, да? Это и сантехники, наверное, мастера, электрики Это наши сантехники, тоже очень хорошие все люди Это два электрика, два плотника, сварщик Ого! Это все наши, люди, которые с нами давно Как дома к вам приходили? Как это происходит обычно? Основная масса домов пришла к нам в первые, наверное, 10 лет А остальные просто приходят и говорят Мы хотим с вами работать Мы выходим на дом, смотрим проблемы Считаем тариф У нас нет одинакового тарифа на домах У каждого дома свой тариф То есть с него закладываются первоочередные проблемы И то, что нужно дому Допустим, вот сейчас пришел дом Ну, люди там живут уже достаточно пожилого возраста Они сказали, нам не надо уборщицу, мы сами привыкли прибирать Пожалуйста, мы это исключаем из тарифа И это все обсуждается И поменьше эта сумма, которая приходит с кладшишкой Вот слесарь у них свой Они сказали, он живет в нашем доме И он все знает Пожалуйста, мы примем его в штат Вот на этот один дом Это право дома Серьезно? То есть вы даже в штат его можете взять? Ну, как? Мы возьмем слесарем его по совместительству И он будет продолжать Люди к нему привыкли Он действительно знает дом И мы вместе с ним будем его узнавать Некоторые дома даже приходят и говорят А мы провели собрание И все проголосовали, что придем к вам Есть дома, которые ищут другие организации Это как бы не секрет Мы абсолютно этому не противимся Передаем, как положено все У людей есть право выбора Это очень хорошо Те дома, которые приходят к вам Они приходят к вам с какими-то определенными, скажем так, задачами Определенными требованиями Или они приходят и говорят Просто возьмите нас Первые очередные задачи мы сразу обговариваем Как мы их будем решать Сейчас есть фонд капитального ремонта Вот сейчас, я говорю, пришел дом У них плохое состояние теплового узла Сантехники, будем помогать им открыть свой спецсчет Чтобы денежки у них копились И делать, не дожидаясь там, как по плану графику Делать первое очередное Чем вы отличаетесь от других управляющих компаний? Есть какая-то ваша фишка Помимо многолетнего опыта Многолетней работы на рынке? Ну не знаю, я бы, наверное, сказала, что В ответственности, в активности Потому что, вот я говорю, мы люди уже Не такие юные И, ну, болеем за свои дома Девчонки вот как-то переживают Они не дадут тебе покоя Там, если какой-то вопрос надо решить Они будут вот приходить Как-то решать, добиваться Я люблю таких людей Чтобы что-то двигалось Это нужно беспокойство А не просто вот так А сколько у вас рабочий день? Ну, по-разному, я говорю Бывают и спокойные дни Бывают и задерживаешься Бывают надо раньше прийти В выходной куда-то выйти Предусмотреть сложно Ну, конечно, не угадаешь Вот то, что у нас на улицах зимой бывает Снегопады, например Девочки у меня сейчас практически Они вот с тракторами Тут надо решить Надо успеть как можно больше Марина Леонидовна, а техника Сейчас вы сказали трактора Это ведь не на вашем балансе? То есть вы ищете специалистов, Которые помогают вам? Ну, сейчас есть организации С которыми работаем уже не первый год Мы покупали свой трактор Но он не оправдал себя Потому что территория большая И вот когда такой вот коллапс Он просто не справится Нам удобнее так У нас такие трактористы Вот которые из года в год Объяснять им не надо Они знают где, что, куда Двинуть снег Вплоть до того, что позвонить Куда, что вот машина оставлена Поэтому нам легче так А вот в чем преимущество, кстати говоря До большого опыта работы многолетнего Это в том, что у вас есть уже И организации, которые вам помогают Вы с ними знакомы И они эти дома знают То есть они приезжают Да, трактористы уже не первый год И тракторист приехал и знает Куда сдвинуть снег Можно, куда нельзя Это же очень легко Легче работать Марина Леонидовна, как часто К вам обращаются жители Например, тех домов Которые к вам перешли И говорят, что вот у нас Давно не было ремонта Например, в подъезде Да, помогите нам это сделать Обращаются Обращаются Но это все должны решать Сами жильцы Мы не закладываем это в тариф Если на каком-то доме накопилась Сумма определенная Пожалуйста, председатель приходит Они рассчитали Если хватает денежек Пожалуйста, тратьте, пользуйтесь Ну, есть хорошие бригады Которые мы им тоже давно работаем Рекомендуем Кто-то своих приводит Подсказывая Мы составляем акты технического осмотра И пишем, конечно, ремонт подъезда Мы за то, чтобы заходить в подъезд Ну, это лицо дома Чтобы было красиво Конечно, жильцов стимулируем на это По поводу благоустройства Хотела еще спросить А вообще, вот ваши дома Они насколько активны в этом смысле Потому что мы все понимаем Что за счет тех средств Которые управляющая компания Собирает только на содержание и ремонт Невозможно сделать что-то такое Вот сверхдорогое, да Это все равно надо участвовать В каких-то программах Формирование комфортной городской среды Попомы и еще что-то Ваши дома Они как-то в этом участвуют? Вы им как-то помогаете? Участвуют, помогаем Если там нужна какая-то дополнительная документация Или помощь Мы вот оказываем Когда вот проводится конкурс По асфальтированию То нужна смета Нужен проект Мы это помогаем все делать Проводим собрания Людей на это поднимаем Активизируем Чтобы провести асфальтирование Там нужно софинансирование Поэтому мы стараемся в этом вопросе Потому что хочется, чтобы дворы были благоустроены Ну и есть еще одна тема, которую мы тоже с вами должны затронуть Это планы на 2022 год Как управляющая компания планирует свою работу на следующий год? Есть у вас что-то такое, что вы сказали? Мы бы хотели вот это Мы составляем по каждому дому осмотры Планируем определенные работы И, конечно, хочется, чтобы они все у нас исполнились А так это просто хорошая работа Спокойная работа Чтобы люди были нами довольны Мы очень стараемся Ну, не без ошибок Я всегда говорю Если мы ошиблись, мы исправимся Мы очень будем сильно стараться, чтобы исправиться Просто хочется спокойно работать Для людей наших Пусть поменьше будет чрезвычайных Каких-то непредсказуемых, непредвиденных ситуаций Мы, наверное, и коллегам Марины Леонидовны Тоже это желаем Всем, кто работает на этом рынке В новом году Давайте мы тогда с наступающими новогодними праздниками Поздравим тех жильцов Тех подседателей домов, которые с вами И ваших сотрудников, конечно же Да, очень хочется поздравить всех сотрудников Председателей, жителей С которыми пройден большой жизненный путь У нас вот есть первый дом Мы приняли его Там детки были маленькие А сейчас уже детки выросли И у деток уже детки Ну, почти родные люди Вот они звонят Я даже по голосу узнаю, кто это Поэтому хочется пожелать, конечно, здоровья Чтобы вот эти все болезни ушли с нашей планеты Чтобы люди жили спокойно, счастливо Я в этом году побывала в нескольких городах России И поняла, что наш город самый красивый Самый уютный, самый зеленый Конечно, всех жителей нашего прекрасного города Тоже с наступающим Новым годом Тепла в душе, в семье Чтобы детки были счастливы, здоровы Мамы, папы, родители Все-все-все самые близкие были здоровы и счастливы Спасибо И мы еще контактные телефоны должны озвучить Если люди хотят к вам присоединиться К вашей компании дружной Десятков домов, которые в управлении у вас находятся Как они могут вас найти? Вот сейчас как раз дом задумывается, например, о том, чтобы взять и сменить Ну, наш основной номер это 67 67 37 А так у нас есть свой сайт Можете туда зайти, посмотреть Мы там всю нашу историю, всю нашу работу освещаем Ж.О.Апрель Это в любом поисковике набираете Вы попадаете на сайт Он такой очень позитивный Да, мы в этом году его обновили И как бы решили, что да, вот зеленый цвет Апрель, весна Это позитив Очень позитивное название, правда Такое из детской сказки про 12 месяцев Да, помните этот мультик волшебный Где все прям расцветает Копель весенняя Да, да, да Это счастливое время Которое все, наверное, любят Спасибо большое Марина Суворова в нашей студии была Директор Ж.О.Апрель И всех с Новым годом еще раз С наступающим До свидания Всего доброго